Девушки отдыхают К классическому переводу Янхиншуна Он, конечно, не самый лучший И он, наверное, многие согласятся Не слишком разноплановый Он все-таки какой-то С одной стороны загадочный С другой стороны довольно однослойный И тем не менее мы обратимся к нему Как к наиболее известному И мне хотелось бы привести несколько цитат Из этого трактата Для того, чтобы прояснить тему Нашего сегодняшнего видео Итак, есть такая фраза в Дао Дэдзин Великий квадрат не имеет углов Большой сосуд долго изготовляется Сильный звук нельзя услышать Великий образ не имеет формы Ну и так далее Этим фразам предшествует еще несколько фраз За ними следует еще там пара Но вот о чем конкретно в этом Джане говорится В этом параграфе небольшом Об этом, наверное, должна быть отдельная беседа Часто на интуитивном уровне Люди воспринимают эти фразы Как некое иносказательное Такое, не знаю, метафорическое Описание предмета Ну конкретно, наверное, Дао О котором, собственно, Лаудзи пишет В этом трактате И которому отчасти посвящен этот трактат И вот наиболее интересным здесь является Не сам перевод Понятно, мы можем переводить это несколько по-другому Там более благозвучно Как-то для русского языка Там не великий квадрат Какой-то что за великий квадрат Мы можем сказать просто Огромный квадрат Или огромная геометрическая фигура А я бы это перевел Как квадрат размеров в бесконечность И в этом случае действительно Наблюдая за такой геометрической фигурой Мы не увидим ее углов, скорее всего По крайней мере, трех из них мы не увидим точно Когда говорят Вот здесь вот написано Большой сосуд долго изготавливается Ну, наверное, имеет смысл говорить О емкости размеров в бесконечность Действительно, на изготовлении Такой емкости понадобилась бы бесконечность времени Это вполне логично И дальше и дальше Примерно в таком же русле Действительно, в данном случае Лао Цзэ предлагает взглянуть на бесконечное явление Посредством вещей достаточно конечных Описать что-то неописуемое Посредством того, что описать можно Приблизиться к чему-то К чему приблизиться до конца невозможно Посредством того, к чему приблизиться можно Да, мы понимаем В принципе, человек так всегда и поступает Ну, например, в каждом языке есть набор базовых цветов Там красный, желтый, зеленый и так далее Как правило, это чуть больше десятка базовых цветов Все остальные цвета описываются через уже известные цвета Или их свойства Ну, например, мы отличаем Например, в русском языке есть разница В отличие от английского языка Есть разница между синим и голубым, например Но в то же время мы можем описать предмет Как светло-синий Как светло-голубой, темно-голубой Мы можем описать как травянисто-зеленые, например Какие-то предметы Можем их описывать как хаки Как цвет морской волны и так далее То есть мы можем даже вот об оранжевой какой-то гамме Мы можем говорить как оранжевый Как апельсиновый Как апельсиново-солнечный Я не знаю, и так далее, и так далее То есть на самом деле Всегда у нас есть возможность оперировать Какими-то другими предметами Для того, чтобы приблизиться к предмету Который иначе невозможно постичь Описать, понять и так далее И вот когда мы говорим Ну, скажем, вот как в приведенном примере Апельсиново-оранжевый Мы же не имеем в виду Что предмет, который вот сейчас перед нами Имеет какое-то отношение к цитрусовому Никакого Кроме похожих цветов каких-то Так же и здесь Когда Лао Цзе описывает Через вот эти вот предметы Через бесконечность какого-то квадрата Через бесконечность какой-то емкости Он не имеет в виду Что да, он, например, похож на емкость Или какой-то квадрат Еще раз Это попытка передать понятие Бесконечного и надбытийного Через бытийные понятия и конечные понятия Именно поэтому у него есть еще там попытка Например, описать, что такое дао Причем вот в переводе Ян Хин Шуна Это вообще как-то достаточно эмоционально И при этом туманно выглядит Хотя и в других переводах Это примерно так же выглядит вообще-то Он говорит о том, что дао Это некая вещь, которая одиноко стоит И не изменяется Кстати, вот это вот Вот это понятие одиноко стоящего чего-то Можно перевести совершенно разными Какими-то терминами Например, термином такой вот Независимости от чего-то То есть это вещь надбытийная Вот об этом в первую очередь речь А не о том, что дао Свойственно какое-то одиночество И, кстати, вот в 25-м Джанне, например Лао Цзи пишет, что не может назвать ее Он не знает ее имени Не знает, как ее назвать Поэтому, обозначая иероглифом Он пишет, назову ее дао Произвольно давая ей имя Назову великой Вот мы обращаемся опять к слову великой Но в данном случае имеется в виду, конечно, бесконечное Кстати, именно с этой точки зрения Интересно использование отрицательной частицы Которая очень часто здесь вот в этом тексте возникает Эта частица, с одной стороны, отрицает некий предмет Ну, например, вувей Недеяние, да, типичное такое Вот отрицание как бы предмета Но на самом деле, так же, как в греческой философии Это отрицание утверждает все Что не является вот этим конкретным предметом И в то же время говорит о том Что находится за рамками этого предмета Это очень важный момент, да Именно поэтому возникает большое количество Таких довольно странно переводимых терминов Как действовать посредством недеяния Как побеждать без усилий Без сопротивления Там побеждать, например, ну и так далее Или там знающий не доказывает Доказывающий не знает Ну, много-много нагораживается всякого И различные методы отрицания в этом трактате Меняют друг друга в том числе Но смысл, вот основной смысл того, о чем здесь говорится Заключается в том, что это, еще раз, попытка Описать неописуемое посредством предметов Которые описать все-таки можно Поэтому нередко вот это вот понятие недеяния Такое плоское достаточно понятие Которое почему-то многие воспринимают как бездействие Это не совсем так Бездействие, наверное, это только Какое-то из вариантов такого вот недеяния Один из маленьких совсем вариантов Но на самом деле, скорее, здесь важно понимать Что это какое-то действие Которое находится над всеми действиями Вне зависимости от действий вообще И здесь, наверное, еще очень важно вспомнить Первый джан Дао Дэдзина Который начинается очень странными словами Такими, что Дао, которые Ну, в переводе Ян Киншун Дао, которое можно назвать Или Дао, которое можно назвать словами Не есть настоящее Дао Как имя, которое можно назвать Не является постоянным именем Это очень странно звучит И люди, которые сталкиваются с Дао Дэдзином И начинают прочтение, естественно, с первого джана И с первых же фраз Могут потерять даже интерес К прочтению всего трактата Потому что, ну, странно Странно это звучит Странно и неудобо воспринимаемо Хотя на самом деле Речь-то довольно простая Вот она раскрывается в тех, например, цитатах Которые я сейчас привел Незадолго до этого Раскрывается Как опять попытка Приблизиться к тому К чему приблизиться сложно Посредством вещей К которым приблизиться легко Осознать то, что осознать Наверное, невозможно Посредством того Что осознать можно Вот по сути Я сейчас отчасти даже цитирую Лао Цзи Но только в каком-то другом переводе Вот в моем собственном И в этом смысле Вот эти вот слова Действуют посредством Недеяния Вот такие странные достаточно слова Какие-то расплывчатые Которые очень часто Неверно совершенно воспринимаются Неверно трактуются И неверно реализуются Так вот эти слова Могут быть поняты Как сделать что-то Невозможное Посредством возможного Но вот само слово Невозможное Здесь тоже не очень подходит Потому что Вообще-то там должно стоять Слово Наверное Надбытийное То есть что-то Что осуществляет Свои действия Не так как принято В этом бытии Но при этом влияет На это бытие Вот тут вот такая Очень важная мысль В этом заложена Еще раз Почему для нас она важная Потому что мы бойцы А боевые искусства Традиционные по крайней мере Боевые искусства Они базируются Именно на Дао Дэ Цзин Не только на нем Но это Один из базовых Таких пластов И неправильно Осознавая Дао Дэ Цзин Не совсем понимая О чем там идет речь Мы конечно способны Делать массу ошибок В том числе Нашей прикладной практики И в этом смысле Как раз вот эти вот Первые фразы Приобретают уже Свой какой-то Верный смысл Наверное Речь просто идет о том Что любой предмет Который мы способны Назвать Не является Надбытийным Не является Запредельным И когда мы Что-то называем Путем Наверное мы имеем ввиду Вполне такие вот Очевидные вещи Буквально дорогу Какую-то Иногда судьбу Человека Но редко Что-то Что стоит Над всеми Судьбами Например Причем с точки зрения Лао Цзин Не управляет Этими судьбами Не вынуждает Вещи И существа Действовать Таким или другим Образом А наоборот Предоставляет Возможности А вещи И существа Сами решают Условно Как воспользоваться Этими возможностями Это вот такой тоже Очень важный момент Не диктата То есть Бытие С точки зрения Лао Цзин Это не что-то Злое Не что-то Такое роковое И в то же время Не что-то Чрезвычайно доброе И милосердное Он неоднократно Пишет что Добродетель Заключена Совсем не в милосердии И совсем не в Человеколюбии Заключена Добродетель Настоящая И вот Понимая Что такое Дау Мы потом Понимаем уже Что такое Добродетель Потому что Лао Цзин Там пишет Например Что человек Который утрачивает Дау Неминуемо Приходит к добродетели Утрачивает добродетели Приходит человек Любию И так далее И так далее И вот С позиции Как раз Понимания Дау Мы видим И что такое добродетель И что имеет в виду Лао Цзин Например А добродетель Тоже очень важное Понятие В боевых искусствах Есть даже такое выражение Боевая добродетель Или воинская добродетель И это важная такая характеристика По которой Либо боец Является действительно бойцом Или является воином Либо он теряет лицо И считается бандитом А следовательно Ну опять В таком Традиционном Китайском менталитете Следовательно Не достоин никакого уважения И вот в этом смысле Лао Цзин Например пишет Опять в переводе Ян Хиншуна Что человек Высший добродетели Похож на простого Ну он так вот пишет И распространение добродетели Нередко Напоминает Ее расхищение Это не должно Служить оправданием Для тех Кто ведет себя Недостойно Речь здесь сейчас Вообще не об этом А о том Что зачастую Добродетель Требует достаточно Решительных действий Которые часто Воспринимаются Как покушение На добродетеля Так вот Возвращаясь К теме Дао В итоге Мы понимаем Что с точки зрения Лао Цзи Это не какое-то Тоталитарное Правление Над бытием Это не что-то Что делает Нас заложниками Бытия Это не что-то Что диктует Свои условия Это что-то С его точки зрения Что с одной стороны Дает полную свободу С другой стороны Четко ограничивает Негативное воздействие Одного существа На другое И с точки зрения Лао Цзи Человек Который следует Дао Он одновременно С этим Приобретает Свойства Неподверженности Как раз Вот этому Негативу Опять Почему В силу своих действий В силу своих поступков Решений И так далее А его действия Поступки И прочее подобное Полностью скомпилированы С четким представлением О том Как функционирует Это бытие А это бытие С точки зрения Лао Цзи Функционирует Посредством Дао И в общем Здесь как-то так Получается Что дао Лао Цзи Одновременно Является И персонифицированным И не персонифицированным То есть Нельзя сказать Что дао Что-то за кого-то Решает Что оно Как-то Что-то за кого-то Определяет Но вместе с тем Нельзя сказать Что вообще Мы лишены Такого определения И лишены Каких-то рамок И прочего подобного И все это почему Опять потому что Мы говорим С точки зрения Лао Цзи Вернее Лао Цзи говорит О том что дао Это что-то Что стоит над бытием За пределами Того бытия Которое мы наблюдаем Но в том числе Проявляет свое влияние И на это бытие И в данном случае Для него вообще Не имеет смысла Разговор о том Что находится За этим бытием Для него имеет смысл То что происходит Здесь и сейчас Потому что Свойство дао Для него Это то что происходит А не то что уже застыло То что куда-то ушло Или еще не наступило Хотя Опять с точки зрения Даосов И Лао Цзи Все что будет И все что было Неминуемо связано С тем что есть И является Логическим Либо продолжением Логической причиной Вот того что было Например И так далее С этой точки зрения Время для Лао Цзи Смысла уже тоже не имеет Потому что Для него это Как струна Которая Однажды затронута И теперь Звучит Бесконечно Ее ничем Не остановить Нет возможности Отказаться от того Что уже произошло А следовательно Будет происходить В течении бесконечности Бесконечность Для него замыкается Он нередко говорит О том что Дао как бы возвращается К тому с чего Начинается Оно как бы В некотором смысле Зациклено Как и многие считают Это бытие тоже Зацикленным и закрытым Самозакрытым И с этой точки зрения Конечно Дао Дэ Дзин читается Достаточно легко Мы хорошо понимаем О чем там шла речь Уже не путаемся В этих переводах Там и так далее Главным является Осмысление Вот Того процесса Который описан В Дао Дэ Дзин А среди прочего Основополагающими Процессами Которые там описаны Да Являются такие свойства Дао Как вот как раз Победа Без сопротивления Как сообщение Без слов Например То есть Из чистого опыта Такое как вот Действие посредством Недеяния О котором мы говорили Такое свойство Как вот Которое описано Такой фразой Мягко преодолевает Твердое слабое Побеждают сильных Например у Лао Дзи И это не является Каким-то парадоксом Какой-то восточной мысли Вот исходя из того О чем мы сейчас говорили С вами Я думаю И эту фразу Вы правильно поймете И правильно Соответственно Будете использовать В своих боевых практиках Вот пока все Что я хотел сказать По этому поводу Наверное Нужно было коснуться Дао Дзина Именно с этой точки зрения С точки зрения Наименее Наименее понимаемых Или наиболее трудно Понимаемых Каких-то джанов Этого трактата И я надеюсь Что я с этой задачей Хотя бы слегка справился Не забываем Подписываться Делиться Ставить лайки Подписываться В телеграм Поддерживать Финансово Модератора И монтажера Этого канала И всего хорошего Хороших вам тренировок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok